всем привет как всегда спасибо за то что смотрите эти замечательные ролики за то что пишите комментарии мне читать очень интересно приятно и полезно вам думаю тоже но и за то что материально поддерживайте канал это тоже очень хорошо прошу вас обратить внимание на плейлисты все время это повторяю потому что приходят вопросы просьба показать ту или иную пластинку она возьми бац уже есть плейлистах так что начните с плейлистов ну а я вспоминаю свою любимую группу одинка стартут у меня правда лежит я его с удовольствием слушаю но тем не менее джет ротал первый альбом 1968 год да из вас называется он меня в плейлистах много роликов про джет ротал от первого альбома до сих пор и нет я как-то оттягивал эту историю ну оттягивал потому что те люди которые никогда не слышали джет ротал им лучше не начинать с этого альбом потому что он не похож на тот джет ротал которому мы все с вами привыкли мы все любители и поклонники этой замечательной группы мы ее обожаем да с вами вместе правда нет такого человека который бы не любил джет ротал я таких не знаю это шутка конечно многие не любят почему-то хотя их меньшинство 1968 год первая пластинка удивительной группы не похожая на все остальные записано было как говорят безо всякого контракта с выпуск с выпускающим лейблом во что я слабо верю но тем не менее так пишут разные обозреватели и те кто изучают пристально творчество джет ротал запись обошлась в тысячу с небольшим фунтов пишут что это немного на самом деле это приличные вполне деньги для музыкантов которые рубятся по клубам в лондоне и зарабатывают не очень много но как-то все так сложилось что альбом все-таки вышел все так ему году не очень он был популярен популярен стал потом когда джет ротал записали 2 3 4 5 10 альбома и тогда уже с пришла большая слава хотя она пришла значительно раньше группа вообще не то чтобы группа музыкальная деятельность и она андерсона его товарищей джеффри хаммонда и джона иванса началась вроде что то такое в 1963 году в городе блэк поле где они родились учились вместе образовалась группа которая стала называться джон иван бэнд состав менялся туда пришел барабанщик барьему барлоу который в скором времени ушел а потом вернулся уже в большой джет ротал и с ним были записаны главные альбомы этой группы но гитаристы приходили ухода андерсон сначала играл на гитаре потом он понял что для лидер гитариста он не очень хорошо владеет инструментом и стал учиться играть на флейте очень быстро овладел этим инструментом и стал но на данный момент времени одним из самых наверное интересных флейтистов не академической музыки из из рок исполнители скажем так хотя музыку джет ротал позднего периода уже очень сложно назвать рок музыкой эта музыка просто просто музыка великолепная сложная интересная ну в какой-то момент времени пришел в группу гитарист миг абрахамс и понеслось глен корник пришел басист и миг абрахамс и понеслось название сначала у них не было точнее название было несколько силу того что они приехали в лондон стали завоевывать столицу и играть в разных клубах но в лондоне было очень много групп очень много клубы были записаны забита расписание были составлены там на месяц на два вперед и одну и ту же группу не очень приветствовали ну то есть не очень приветствовал чтобы одна и та же группа играла каждую неделю до если ты не ролик стоунс например и поэтому группа меняла название все время название было примерно пять всяких разных под разными названиями они пытались значит сыграть не раз в два месяца а хотя бы раз в две недели и в конце концов в клубе марки они пришлись ко двору и публике понравилась их музыка и даже менеджменту клуба они понравились что привело их в конце концов в компанию которая впоследствии стала называться края край залез да если не ошибаюсь это правильно произношу это слово вот и тогда они взяли название джет ротал просто просто так просто потому что все названия были перепробованы и кто-то из них я не помню кто сказал что замечательный есть был точнее замечательный мужик который изобрел механизированную очень продвинутую газонокосилку столетия назад вызвали джет ротал давайте назовемся так давайте назвать к я все равно как менеджмент клуба долго пытался отговорить андерсона играть на флейте предлагали ему вернуться к гитаре потому что не модно было странно было в лондоне тех лет в тех тех времен той ситуации когда все играли блюз-рок все играли блюз была самая модная музыка и тут какой-то человек в длинном пальто с флейтой на переднем плане еще и поет и пытались отговорить не надо это некрасиво это вообще не модно не стильно и не хорошо но андерсон стоял на своем и остался слава богу с флейтой до сегодняшнего дня если бы не флейта то такого шарма и такого кайфа такой музыки у джет ротал бы мы не услышали никогда он выходил на сумму в длинном пальто с флейтой это пальто потом было у него украдено робертом плантом когда группа стала уже большой группой стал ездить в туры вместе с лет зеппелин роберт плант стырил в гримерке это пальто андерсон был очень зол но простил план то не убил его хотя он человек резкий достаточно при всей своей доброжелательности в моде был блюз как я уже говорил и первый альбом получился очень странным потому что андерсон тяготел еще уже еще уже тогда и к джазу и к фолку и к восточной музыки и вообще широкому пулю был очень широкий спектр интересов музыкальных поэтому пластинка получилось странный она с одной стороны конечно на 90 процентов блюзовая но блюз этот очень формально похож на блюз это как бы блюз но очень странно не такой как джона майла там как у алексиса корнера даже не такой как у rolling stones хотя в тех же самых клубах в тех же самых компаниях группа играла для той же самой публики но так сложилось ну мик абрахам с прекрасный блюзовый гитарист после записи этого альбома он покинул группу отыграв еще несколько концертов и у него кстати говоря очень хорошие пластинки есть и группа блудвин пик в которую он играл и соль на его работаем мик абрахам с бэнд очень классный блюзовый гитарист что он здесь и показал например в пьесе the song for a cat squirrel инструментальный номер где он развернулся с таким блюз роком такими вычурными пассажами сложная композиция с изменением темпа с изменением динамики с паузами играется блюз потом раз пауза и начинаются сольные такие наигрыши заигрыши проигрыши мика абрахам просто пусть какой-то ладзепелин не зря они вместе с ладзепелин ездили на гастроли в туры на концерты по громкости помощи по тяжести они были примерно равновелики с ладзепелин как не странно это звучит сейчас я потом покажу ранние концертные пластинки джет рота вот можете их послушать сравнить там такой тяжеляк что мама дорогая просто жуть страшная ну а май санды филин известная песня с которой начинается пластинка она тоже как бы блюзовая и кач и драйв игру вот этот блюзовые и рифы блюзовые но она все равно тяготеет куда она гораздо шире она куда-то смотрит уже за рамки блюза выходит но опять-таки флейта конечно все это дело размывает блюзовую но зато следующий номер someday the sun won't shine for you написанная андерсоном но в чистом виде уже какие-то блюзовые дела мика абрам абрахамса так что тут вроде слушаешь и вроде понятно что группах а это обойма тех же самых коллективов которые играли в лондонских клубах шестьдесят восьмом году ничего нового за исключением флейта что подтверждает следующая песня номер три бегать в бегать фан это просто чистая история чисто гитарная без ударных без ничего флейта и гитара и гитара чисто с тысячи процентов блюзовая абрахамс отрывается ему дали волю и он играет настоящий чистый английский блюз следующую песню он даже самый поет move on alone поет хорошо но музыка весьма странная с подкладкой духовых который сделал дэвид палмер впоследствии ставший клавишником джет ротал через несколько лет но очень странная песня какая-то слишком эстрадная и для джет ротал и для андерсона и для собственно мика абрахамса но тем не менее она как вошла сюда а вот серан ту и куку шестиминутная пьеса которая закрывает первую сторону это вообще вещь удивительная это пьеса роланда кирка саксофонистов флейтиста одного из корифеев джаза авангарда человек который играл на двух-трех саксофонах одновременно потом чикасин эту манеру перенял у него если кто если кто помнит замечательного нашего музыканта чикасина и вот он играл на флейте бросал флейт убрал два саксофона играл на двух саксофонов потом на флейте с саксофоном одновременно а андерсон учился на его музыке играть на флейте он слушал кирка и учился как у него так здорово получается и кирк кстати и пел во флейту также как потом стал ян андерсон петь рычать свистеть суметь это все от ронда кирка идет и вот эта джазовая пьеса кирка она длится 6 минут флейта гитара ударный бас и неожиданный джазовый номер такой для неожиданный совершенно для блюзовой рок-группы ну на второй стороне вламывает дарма фаван этот номер на концертах множество раз и он выделяется своим потрясающим барабанном соло клайва банкера соло тоже джазовая очень техничная очень громкая джазово-роковая я бы сказал потому что все таки он молотит банкер по барабанам как по банкам как пару не знаю как с такой невероятной силы особенно на концертах это соло играют очень очень сильно и это не такой не не моторный рок там как ян пейс играет да там или джон боном хотя очень такой что джон боном очень много подчеркнул от клайва банкера я не знаю так ли это но когда вы слушаете вот это соло дама фаван я на неправильно произношу но мне кажется так там фуан очень местами похоже на то что играл потом джон боном уже в группе вот запин хотя я говорю они все играли в одних и тех же клубах и боном и клайв банкер и джет ротал собственно говоря они все пересекались все в одной каши варились конечно друг друга слушали друг у друга черпали что-то подпитывались музыкой своих коллег и все это развивалось параллельно вот единица песня который мне здесь не нравится вот это из браками из браками up it's браками up классический блюз абсолютно и вот он не ложится в джек ротал совсем потому что он просто это просто блюзовая песня безо всяких чудес без ухода в восток без ухода в фолк без ничего просто вот они взяли сыграли абсолютно серый какой-то такой я очень люблю блюз но это не шедевр блюза вот это вот полотно и как-то она не знаю выделяется хотя написал и андерсон не знаю на мой взгляд это так себе полотно а вот зато сказать скоро у меня про нее уже говорил следующим номером уйдет там уже чудеса мика абрахамса и становится понятно что не место ему в группе джек ротал что ему нужно играть рок-блюз блюз рок рок-блюз и очаровывать девушек стоя на аванс сцене со своей гитарой того же гитара это очень сексуальный инструмент и конечно гитаристы все являются предметом вожделения массы дам республики отчасти поэтому абрахамса ушел из группы потому что он был страшный бабник как для него пишут и очаровывал публику выходя на алан сцену играя гитарное соло что андерсону конечно же не могло нравиться сильно он ушел в свое свободное плавание абрахамс и слава богу все стало хорошо но если бы не он группа джек ротал наверно бы и не было потому что он являлся одной из самых таких мощных движущих сил второй номер после андерсона ну и дальше идет сон сон for jeffrey посвященная хаман хаманду который ушел из группы а потом вернулся в нее достаточно суточное такое полотно на его очень часто исполняли на концертах и раунд финальный номер закрывающий песню короткая пьеса абрахамс тоже общем пластинка очень интересная она очень разнообразная несмотря на то что я говорю там блюз-блюз-переблюз она очень разнообразная и она собственно говоря открыла дорогу великолепной группе которую я обожаю и про которую буду еще долго долго много 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 говорить пошел пить пока